Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. И сегодня у нас будет не обычное видео, а очень даже полезное и информативное. Сегодня мы с вами пойдем в ленту, наберем кучу продуктов, уже пора, закупочка. Как я вам говорила, я уже перехожу на ПП, сейчас пройдемся по продуктам всяким полезным. И вечером приготовим с вами ужин, я еще не знаю, что я приготовлю, может быть запеканку, может быть рулет, десертик какой-нибудь обязательно приготовлю. И вместе с вами поужинаем. Сегодня еще необычный поход с тем, что если мы покупаем продукты собственной торговой марки лента, а их, кстати, несколько линейок, и многие из них нам сейчас подходят, то мы получаем кэшбэк до 30% на нашу карточку. У меня есть карточка лента, поэтому я подумала, ух ты, отличный повод сходить в ленту. Тем более товары собственной марки лента у меня всегда вызывают доверие, цена, качество. Сейчас пройдемся и посмотрим, что нам удастся прикупить. Первым делом Денька видит машинку и, конечно же, хочет ее загробастать. Вот, люблю еще в ленту ходить, потому что здесь вот такая вот штука для детей так есть. Садись! Вот. Это как раз большая машинка, нам подходит. Люблю ходить по магазинам в будний день. Здесь мало народу всегда, и мы с вами можем спокойно выбирать продукты. На сайте, кстати, приглядела еще эко. Смотрите, для посудомоечной машины вот такие вот таблетки. Вот это эко-линейка, видите, лента эко. У них идет бисфосфатный и экологичный, короче, специальный там состав без всяких, если шампуни, без парабенов, если вот таблетки без всяких фосфатов, да, там, если продукты, то с очень хорошим составом. И вот я обратила внимание на эти таблетки, вот посмотрите, здесь 60 штук, да, водорастворимая оболочка, это классно, что не нужно распечатывать без фосфатов. Вот 60 штук. Смотрите, по карте стоит 499 рублей 99 копеек, без карты 526. Я хочу попробовать. А главное, что это полезненько, понимаете? В общем, вы поняли, да, что мы не только продукты будем брать сегодня, но и походу, как всегда, заходишь в магазин, и все надо, все надо. Кстати, в прошлый раз я брала себе вот такую туалетную бумагу, она до сих пор у меня еще не закончилась. А вот, смотрите, новенькое что-то вижу с ароматом ромашки. Это я еще не видела. Кстати, мне нравится. Лента 149 рублей по карте будет мне. Так, бумажные полотенца. Вот я вам говорила, что хочу взять в туалет, потому что, мне кажется, прям в туалет бумажные полотенца отлично будут. Вот здесь есть вот такая вот лента, бумажные полотенца, да, полотенца бумажные, 300 листов. А вот еще есть, так, как три рулона, в одном рулоне, как три рулона, в два слоя. Для десерта нам понадобятся сливки, стерилизованные, возьму 20%. Вообще пожирнее для десерта можно, но я бы взяла вот такие, тоже лентовские. Сколько они у нас здесь стоят? Так, 20% 500, да, это же 500, 138 рублей будет по карте нам. Есть еще маленькие вот такие. О, нашла сыр лентовский пармезан тертый, твердый. Люблю вот такой вот брать, 179 рублей по карте. Так, для нашего десерта нам понадобится рикотто. Смотрите, беру, выбираю по ценнику, прям, рикотто 40%, без ДЖМ, тоже 79,99 будет по карте. Вот, смотрите, перепелиное яйцо, лента, 66,99 будет по карте. Это я дынечки беру, 20 штук, берем. Так, еще у меня закончились смеси для компотиков. Я смотрю, вот вижу, лента без косточки, замороженная. Что у нас еще? Ежевика вон есть. Так, нет, ежевика я хочу. Малина, смотрите. О, это классно будет компостик и вишенка, малина и клубника. Вот, мне нравится. Тоже все лентовское возьму. Так, где удобно мне будет сравнивать цену, я буду сравнивать, но здесь так много всего. Я здесь надолго зависну сейчас. Я просто уже доверяю, да, что лента, это ниже цены всегда и качество хорошее. И вот мне вместе с этим, знаете, удобно, что не надо заморачиваться. Особенно вот сливочное масло сейчас пойду покупать. И стоишь и думаешь, блин, какое же масло лучше. Ну, лента увидела, взяла, о, лента всегда хороша. Вот сейчас рыбку выбираю всегда, когда я вижу лента. Я даже не обращаю внимания на другие марки, если честно. Потому что я знаю, что лента, это всегда вкусно. Вот реально, они выбирают самых лучших производителей. И если написано слабосоленая, то она реально слабосоленая, а не как в прошлый раз. Помните, я взяла какую-то, не помню даже в каком магазине. Так, форель, семга слабосоленая кусочек, форель слабосоленая кусочек. Вот я, наверное, форельчку и возьму. По карте будет стоить 369 рублей всего, 200 грамм. Ой, я так давно не ела, крабовый салатик надо сделать. Супер. Ой, мои любимые. Вот я люблю вот именно вот такие, кстати, брать палочки. Сколько они нам выйдут? 129,99 рублей по карте. И здесь у нас целых 200 грамм. Две пачки возьму. Так, своё любимое молоко беру, закончилось уже. Парочку возьму, а то тяжело будет мне тащить. Так, возьму свои, зашла в эко, в эко район. Возьму свои любимые эти вафельки протеиновые. Так как я сейчас на диете, мне вот хорошо будет покушать. Да? Возьму три штучки. О, моя любимая шоколадка с кусочками апельсина. 104 рубля она стоит по карте. Вот, кстати, эко ракушки. Рожки ракушки, вермишель. Это как раз-таки вот здесь без глютена, без ГМО. На амарантовой муке, по-моему. Надо взять макароны изделия, рожки попробовать. Рожки возьмём. Стоит 99,99. 100 рублей без одной копейки. Так, для смузи возьму лимоны фасованные. Люблю, когда всё фасовано. Знаете, не нужно это набирать что-то и взвешивать отдельно. Взял их и побежал. Так, огурцы 38,89. Какая клавиша? 31. Взвесим. 31. На 26 рублей всего-то на всё. Очень мне понравился смузи с сельдереем, поэтому вот я возьму. А вот укропчик возьму. Укропчик. Так, возьмём лаваш армянский без дрожжевой. Так, зашла ещё вот в смузи. Очень классно. Ананасы добавить. Вот ещё сейчас марки. Лента, ананасы. Пока ещё увидела вот гуава. Кусочки в сиропе. А я не пробовала. Я, кстати, хочу попробовать. Гуава лента кусочками. 425 миллиграмм. Таиланд. 64,99. Вот это я возьму, попробую. Ищем ананасики. Так, вижу манго. По-моему, ананасы все... Ой, нет, ананасы, кольца. Я думала, все разобрали ананасы. Уже расстроилась было. Так, сколько стоит у нас ананасы лента? 580, 136,99. 580 миллиграмм. Тоже Таиланд. Вот в смузи очень классно. Мне понравилось в прошлый раз. О, кто ищет, тот найдёт. Сметана 15%, лента. Вот, 70 рублей 99 копеек. Смотрите, какое разнообразие масла всякого. Я беру сразу. Оп. Масло сливочное, лента. 82,5% жирности. 180 грамм. Стоит 129 рублей 99 копеек. Здесь есть ещё большие вот такие упаковки. И есть совсем маленькие упаковочки. Вот кому как удобно. Мне вот среднюю упаковочку удобнее брать всего. И честно, с маслом у меня всегда разбегаются глаза. И чтобы не думать, что там за состав, где что лучше. Доверие к ленте есть, я и беру сразу лента. Знаю, что качество хорошее. В общем, мне кажется, я уже много всего набрала. Держу несколько блюд в голове. До конца не знаю, что буду готовить. Возможно, салатик приготовим, пей, десертик. Всё, идёмте на кассу. Ну что, выгрожаем всю нашу продукцию. Вышло у меня 5459. Карта лента у меня в телефоне находится. 4 938 теперь. 727. Скидка, да? Да. Классно. Как всегда, смотрите, сколько всего на ленте надавали. День, это тебе, кстати. Наклейки. Вот тебе вот эти штучки. Там всякие прикольные вещички. Вот такие вот. Денька разбирает их всегда. Всегда какие-то подарки дают. День, на. Это тебе. Подарки от ленты. Что, мои хорошие, мы возвращаемся на наши чудо-машинки. К машине. И сейчас едем домой, будем разбирать продукты и готовить ужин. Так, ну что, разбираем наши продукты. Это три пакета, это только в ленте я взяла. Я еще тащила домой сейчас. Так, это для посудомойки у нас будет. Наверх поставлю. И полотенце сейчас в туалет отнесу. Яйца нам сейчас понадобятся. Мы сейчас будем готовить с вами. Я думаю, запеканку сделать. Все-таки думаю, рулет не делать. Вообще бы я сделала запеканку и сделала бы еще и салат с крабовыми палочками. Но я боюсь, чтобы ничего не пропадало. Сделаю запеканку и десертик. И еще компот сделаю. Так, ну что, разложила продукты. Некоторые я уже убрала в морозилку, потому что я пока каталась, там немножко все потаяло. В общем, эти продукты я оставляю. Сейчас буду из них готовить. Это на десертик у нас. Это у нас для запеканочки. Еще картошка нам понадобится. Вот, а эти продукты уберу в холодильник пока. Это на следующий день буду готовить. Итак, сейчас я нарезала картошечку. 5 картофелин где-то взяла. Нарезала их кружочками где-то по 5 мм. Поперчила. Солить не буду, потому что я буду использовать слабосоленую семгу. И отправляю в духовочку разогретую. Духовочка разогретая предварительно. Вот сейчас уже замигает на 180 градусов. Где-то на 25 минут. Практически до полной готовности, чтобы оно уже приготовилось. Тут у меня уже вскипела водичка для компотика. Хочу попробовать малиновый сделать чисто из малинки. Половинку добавлю. Наверное, сюда хватит. Малина очень ароматная. Прям очень вкусная. Думаю, на одной малине будет как малиновый такой напиток. Как раз такое время года. Холодный уже. Холоднее. Прям что-то такое согревающее. Кайф. Добавила сахарозаменитель. Сейчас еще 3 минуты покипит. И выключаю. Девочки, невероятная форель. Вот реально я вот просто вот ем, режу и кусочничаю. Потому что она вот идеальное количество соли. Столько, сколько нужно. И можно, кстати, не бояться и посолить картошку еще. И соус посолить. Отлично отошла. Все. Минимум вообще косточек. Порезала все. Ну просто. Ну вот я прям пожалела, что не взяла 2 или даже 3. Надо пойти завтра еще купить именно вот такую форель. Очень вкусная. Так, для соуса, которым мы будем поливать нашу запеканку, нам понадобится 200 грамм сметаны. Вот 15% я беру. Одно яичко. Туда же мы выдавим, можно 3 зубочки. Ну, в рецепте написано 3 зубочка. Но я сделала один чисто для аромата, чисто для запаха. Поперчим, посолим там и зальем. Сейчас вот сметану 200 грамм и одно яйцо перемешаю. И выдавлю чеснок. В общем, вот так получилось. Сейчас это все перемешиваем. Еще мы с вами подготовим сейчас пармезан. Я высыплю его сейчас в пиалочку, чтобы уже все было готово. Чтобы можно было все только засыпать, залить и довести до готовности. Так что, не знаю, где-то половину, наверное, высыплю. Итак, наша картошечка практически готова. Сейчас мы выложим колечками, вот так вот, полукольцами нарезанную наш лучок. Я сделала лучок один, но кто любит много лука, можно и побольше. Мне хватит. Теперь выкладываем семгу. Так, равномерно. Если вы делаете со свежей семгой, то нужно будет посолить, поперчить еще, да. Но я делаю с соленой, слабосоленой. Поэтому не надо. Теперь наш соус равномерненько мы его поливаем равномерно. Заполняем. Теперь все, что мы с вами сделали, накрыли фольгой, закрываем и повышаем температуру до 200 где-то. И делаем минут, ну прям, я не знаю, минут 10, наверное. Может даже, ой, может даже 10, это много. Вот. Ну, буду смотреть. Ну, 10, думаю. Пусть 10 будет. Так, теперь я достала. Через 10 минут сняла фольгу и все посыпала сыром. Теперь обратно. И еще минут на 5-10. На 5 для начала попробую. Ну, все, нам сигнализируют, что все. Наша запеканочка готова. Теперь ее нужно достать. Ой, горячо, горячо. Достать и дать ей остыть. Так, ну и посыпем это все. Укропчиком. Пусть она вот так высыхает уже все вместе, чтобы я уборочку здесь сделала. О, боже, какой аромат, девочки. Это просто что-то с чем-то. Сейчас я такой ужин сделаю. Как покушаем с Денькой. Он картошку только поубирает, наверное, как всегда. Ну и что, села у меня батарейка, поэтому досниму чуть-чуть на телефон. Здесь я сделала два десертика. Здесь у меня сыр рикотта, перемешанный со сливками 20%. Лучше брать 30-35 сливки процентов, чтобы больше взбивалось все. Потом у меня мюсли вот здесь вот внизу. Потом опять у меня слой рикотта. Еще с сахарозаменителем я его сделала. Потом у меня бананы, карамель, которая без сахара идет. И сверху снова у меня рикотта. И вот такие вот орешки сверху посыпанные. В общем, в холодильничке сейчас. Вот ингредиенты, которые я использовала. Брюнета, это без сахара. Это чисто протеиновый такой, даже я бы сказала. Ну, в общем, на сушке можно его. Вот, сливки 20-ти процентные, но лучше 30-ти процентные. Сахарозаменитель, это я все взбивала. Мюсли вот такие вот я использовала. Очень вкусно. И орешки перемолола. И бананы еще тоже в блендере перемолола. И все слоями сделала. Это чуть-чуть осталось. Я тут намешала. Очень сладкое. И можно на ночь даже, я думаю. Классная штучка получилась. Ну что, вот такой вот красивый ужин у нас получается. Я уже чуть-чуть попробовала. Так все пропеклось. Вкус просто невероятный этой запеканки. Денечка, иди садись, котик. День, иди садись. Зайка, попробуй. Картошечка, да. В общем, пока Даня будет распробовать картошечку здесь, я уже быстро слопаю свою порцию, потому что получилось невероятно вкусно. И вот такой романтический вечер у нас. Ой, невероятно прекрасный ужин. И хотела сказать еще подробнее об этой акции. Кому интересно, кто тоже ходит в ленту, кому нравится продукция лента, как и мне, то сейчас у них весь октябрь, если вы делаете покупки от 300 рублей, то можно разово получить кэшбэк 30% на карту. Кому интересно это приложение, можете пройти по ссылочке под видео, скачать штрих-код и идти за покупками вместе с картой лента. Ну, а я с вами прощаюсь, буду продолжать наслаждаться этим вечером. Вас целую и люблю. Всем пока-пока, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok